Вольные ветры гуляют по ковыльным просторам. Когда-то, лет 300 назад, здесь также вольно гуляли дикие лошади. В Оренбурге пересекались орелы обитания европейского торпана и азиатской лошади Пржевальского. Торпаны исчезли в конце позапрошлого века, а лошадь Пржевальского разводят в зоопарках и заповедниках по всему миру. Оренбургская торпанья должна стать еще одним. У нее там осталась мать ее и младшая сестра. В июле этого года ей будет два года. Профессор Чебелев, Сан Саныч, как зовут его коллеги, рассказывает про свою тезку. Двухлетнюю кобылку, родом из зоопарка при МГУ, единогласно открестили Сашенькой. Всех, кто ей занимался, зовут Александрами. И зоолога, который пестовал ее в столице, и нашего бизнесмена Зеленцова, помогавшего здешнему обустройству. И даже водителя, он вез ее из Москвы. А уж Чебелев и вовсе Александр в квадрате. В проекте Оренбургская торпанья, которому отроду уже почти четверть века, наконец-то сделан первый шаг. Здесь, в Беляевской степи, появились первые три жителя заповедника. Они привезены из московского зоопарка и пока что адаптируются к новым условиям. Кианги, можно сказать, уже обжились. Даже позируют перед камерами. А вот Сашенька явно волнуется. Вряд ли она боится людей. Просто сказывается стресс от дальней дороги и главное – одиночество. Ей сейчас хотя бы любую вторую лошадь, потому что ей скучно. Ее от семьи оторвали. У нас сейчас самая главная забота – запустить вторую лошадь. Где брать пару Сашеньки – вопрос вышел политическим. Уже были заказаны животные из украинского заповедника Аскания-Нова. Но по известным причинам их доставка затормозилась. Потому не исключено, что придется везти из Франции. – Александр Александрович, умеешь же, когда захочешь. – Да. – Все, больше не надо сюда приезжать? – Нет, еще у нас здесь большие планы. Юрий Берг – это он придал импульс Оренбургской торпании, дела, в которые шли ни шатка, ни валка – отметил всех участников проекта. Особая благодарность столичным ученым, которые отобрали животных и доставили их в целости и сохранности. Специалист из МГУ, хоть и не Александра, но в судьбе первой лошадки, тоже поучаствовала. – Ой, спасибо большое. Спасибо. – Вы географ или зоолог? – Спасибо. Я зоолог. – А я географ. – А географ или зоолог? – Ну, очень хорошо, замечательно. Мы все делаем, на самом деле, одно очень хорошее, на мой взгляд, дело. Когда животные обживутся, их и тех, что завезут сюда позже, выпустят в вольер. Его оборудуют в 12 километрах отсюда, в дикой степи, но тоже под присмотром ученых. Электричеством их будет обеспечивать солнечная электростанция. Такие же, только гораздо более мощные, появятся вскоре в Солилецком районе и на востоке Оренбуржья. Эту энергетики предоставили бесплатно. Вообще, Оренбургская торпания обустраивается и бюджетными средствами, и усилиями предприятий по методу народной стройки. – Возьмите даже забор, да, вот эти столбы. Если их покупать, то сколько это нужно денег? Это вот, скажем, Оренбург Энерго и Оренбург Коммун Электросеть, меняя опоры на железобетонные, вот это все сюда свозили. Они отстояли столько лет, и здесь еще сто лет отстоят. По словам специалистов, в финальной стадии, то есть лет через 10, если все пойдет как надо, в Оренбургской торпании сможет обитать от 100 до 500 лошадей Пржевальского. Но это пока мечты, а в реальности – три первых обитателя заповедника. Впрочем, главное, что от слов перешли к делу. Виталий Дерябин, Виктор Яковлев. Новости дня. Дерябин, Виктор Яковлев. Новости дня.